Окей, запись началась. Я рад, что у нас сегодняшний эфир состоялся. Сейчас будем смаковать его, потому что у нас в эфире Станислав Орехов. Вы его вряд ли знаете, но он очень крутой инфобизнесмен с каких-то супер бородатых времен, при том, что, сколько я знаю Станислава, он внешне никак не меняется. Поэтому этот повод заподозрить, что он может быть и не человек-то вовсе. В хорошем смысле слова. Стас крутой предприниматель в том плане, что у него несколько проектов, они работают, насколько я знаю, без него, и он даже этому обучает. Но это не сегодня тема не сегодняшнего эфира. Сегодня мы послушаем, я тоже с удовольствием послушаю, насколько успею перед самолетом, о том, каким образом Станиславу удалось построить воронку на сервисе, который вы тоже вряд ли слышали, но в будущем его обязательно услышите, на дорогих чеках. То есть сегодня такая сборная солянки, дорогие чеки, консультации и воронка по дни. Это не означает, что такие воронки можно строить только под консультации, под дорогие чеки. Но сегодня про это поговорим, потому что все остальное сделать гораздо проще. И после того, как дорогие чеки продал консультацию, заточить это под продукты, под менее дорогие чеки, гораздо проще. Стас, я очень рад, что ты дошел до эфира. Сейчас народ еще подтягивается, цифры вырастут. Я обязательно буду смотреть записи. Я сам с удовольствием слушаю, насколько мне позволяет расписание моего самолета. Рад, что ты пришел в эфире. Привет! Да, привет всем. Меня слышно. Очень рад здесь присутствовать. Спасибо, да, Алексей, тоже знаю тебя давно, что пригласил. Спасибо. Да, с удовольствием поделюсь. Предлагаю, я сегодня какую-то супер-презентацию не готовил, а просто расскажу, что я делал, как за последний год. И я, на самом деле, новичок в инфобизнесе в широком этом смысле, но работаю с аудиторией именно как школы уже 10 лет. И у меня была трансформация, я переходил из узкой ниши дизайна интерьеров в широкую нишу интернет-предпринимательства и всего остального. И сегодня я хотел рассказать как раз об этом. Как построим? Мне Алексей сказал, что у нас 2 часа. Ну, в принципе, пообщаемся. Я сейчас, наверное, кратко расскажу свою историю, чтобы такую затравочку дать, что вот у меня сработало, как работает. Могу потом поотвечать на вопросы. Когда буду отвечать на вопросы, могу показать прям... Ну, вот у меня компьютер есть, я, соответственно, могу прям пооткрывать и все вещи там, цифры и все остальное могу там, собственно, какие у меня есть под рукой в доступе, могу попоказывать. Вот. Если нужно будет, можем покреативить какие-то разборы сделать, ну, типа, как вам применить то же самое, либо какие-то мои рекомендации, потому что одна из моих ключевых способностей, на что я привлекаю клиентов, это на первичной встрече я строю стратегию от 1 до 10 миллионов. В любой теме очень быстро, типа, за полчаса, ну, максимум там за час. Вот. Но я могу это супер вообще быстро делать, тем более с продвинутыми ребятами. И за счет этого люди такие, о, прикольно, интересно, хотим это делать. Вот это одна из методик. Окей. Давайте перейдем к первой части. Значит, первая часть всегда типа сторителлинг, кто я такой, вообще что такое. Введу в контекст. Я занимаюсь дизайном интерьера, ну, вот делаю такие дома, вот как у меня этот мой дом, достаточно большой, 800 метров в Подмосковье. Я такие дома делаю для клиентов. То есть делаю это уже 17 лет, давно-давно, и прошел путь с наемного сотрудника, который в компании работает до своего агентства, вышел из операционного управления полностью. И, ну, как бы сейчас компания, как бы она работает без меня. Я понял, что мне нужны сотрудники, и я так пришел в инфобизнес. То есть открыл тему, что буду обучать других людей для своей компании. Стал обучать, оказалось, что тема востребована, люди готовы за это платить. Я думаю, блин, классно, буду делать инфобизнес. Сделал инфобизнес в 2009 году, в 2009-2010, в общем, я создал на курс первый и заработал там миллион долларов за полтора месяца. Познакомился с Андреем Парабелломом, ой, не за полтора месяца, за полтора года, извините. С Андреем Парабеллом говорит, блин, офигенно, у тебя самые крутые результаты, приходи ко мне на конференцию. Я прихожу на конференцию, рассказываю, ну, тогда это просто запредельно было. А мне просто повезло, потому что я первый был. Ну, то есть просто, ну, на самом деле, я сделал курс в формате текстовом, перевел его на английский и запулил там на индусов, на китайцев, вообще на разных. Половина у меня была отсюда, половина была из-за рубежа. Вот, и меня даже перечисляли деньги, там, Western Union, я все банки в округе знал, потому что я каждый день ходил получать там по 3 тысячи долларов в разных банках, чтобы меня налоговая не спалила. Ну, в общем, по черному все делали. Вот, потом я понял, что в этом есть тема интересная, вот, и стал развивать. Значит, сделал потом курс по дизайну интерьеров и стал хорошо проживать. То есть 10 лет работал, когда у меня был и бизнес, и инфобизнес. Я показывал, что вот у меня компания есть, и давайте делать такие же бизнесы, как у меня, и обучаться, и сотрудники есть. В общем, создал такую инфраструктуру. Плюс я еще был на конференции, тоже у Андрея, и увидел, что нифига себе, они делают инфоконференцию. Я подумал, что у нас тоже должна быть конференция, и тоже ее сделал. Вот у меня 10 лет своей конференции. То есть я сделал быстренько достаточно всю линейку продуктов, и прошел все навыки, которые нужны, от наемного сотрудника до такого инфопредпринимателя порядочного, да, с, в принципе, неплохим оборотом. Работал один, обучал всех один, у меня не было команды большой, и я зарабатывал на протяжении всех этих лет примерно от 1 до 2 миллионов каждый месяц. То есть в среднем 1-2 было. Вот, и так было много лет. Потом я поехал в Сочи на конференцию. Алексей, кстати, тоже там был в 2019, по-моему, году. И там познакомился с ребятами, меня там попросили выступить тоже. Я там выступил со своей темой по систематизации. Мне потом ребята говорят, слушай, так твоя тема подходит вообще для всего. Давай ты ее тоже как бы раскачивай. Я думаю, да нет, я же дизайнер. Вот, и потом меня более настойчиво попросили. Я сказал, окей, давайте буду все, что я рассказал, будет не только для дизайнеров, а вообще для всех. Познакомился там с ребятами, поучился продажам, поучился переговорам. Вот, и понял, что тема рабочая. Стал брать других людей именно в маркетинге, в другом бизнесе, в ресторанном бизнесе, вообще отовсюду. И понял, что вот моя как бы технология рабочая. Вот год назад я взял 10 человек и со всеми заработал там более миллиона рублей. Вот, и тогда для меня это была как бы непонятная такая тема, как это работает. Ну, я имею в виду, не было какой-то системы, у меня была система только для дизайнеров. Поэтому я работал вручную. И вот сейчас, вот за последний месяц, мне удалось все-таки соединить в единую систему, о которой я сегодня вам расскажу. И я не понимал, как зарабатывать не один-два миллиона, у меня были такие же доходы, просто в другой теме. Я хотел на десятку в месяц выйти. И я себе задался целью, как мне 10 миллионов заработать. Я вообще не понимал, как это делать. Стал всех мучить с вопросами, с запросами. И нашел, нашел ключ к этому. Ну, он оказался и в системе, и в психологии, конечно же, от чего я давно открещивался, что типа, что это за бизнес-психология, что это за эзотерика, вот это все. Вот, но частично это тоже работает. И получилось, что вот, когда я понял фишку, за 14 дней я напродавал на 14 миллионов. То есть у меня каждый день был заказ на миллион, и сейчас даже продолжают уйти. Вот до этого я дошел. Сейчас у меня пока не системно это. Я сейчас веду вот этот первый поток людей, добиваясь с ними результата. И систематизацию я буду делать чуть позже. Но я понял, что эта тема рабочая, и, ну, в целом, я вот сейчас, через год я вот дошел до таких тем. Без команды, без особого сложности каких-то, ну, так вот, введя эфиры и рассказывая свою систему. Я задался целью, как мне построить бизнес. Я понял, что я не предприниматель. Вот я просто рассказываю свою историю, да, чтобы вы тоже поняли, что я не хочу строить большую команду, большую компанию. Мне по психотипу очень важно работать, ну, независимо строить систему. И я такой достаточно интровертивный человек. Там не люблю большую команду, не люблю управлять. Люблю, когда у меня все четко, и я все контролирую. Я не блогер, я не люблю вести сторис, вести там вебинары и все остальное. То есть тоже это не мое. У меня нет большой аудитории. Ну, в принципе, у меня вообще нет аудитории, только те люди, которые меня знают. Нет команды. Я понял, что мне нужен высокий чек. И очень важно мне создать некую свою систему. То есть у меня есть такая тема, что я хочу создать... То есть все системы, которые есть, меня не устраивали. Я хотел взять самое лучшее, самое быстрое и создать некую свою методику. Вот. У меня эта задача в приоритете. И я вот, в принципе, мыслю, чтобы создать некую систему, которой могут пользоваться другие люди. И, в принципе, я ее и передаю. Вот. У меня такая вот была задача. И достаточно быстро все это сделать. Так как, ну, навыков достаточно. Соответственно, я вот хотел это сделать. Вот такое у меня было ТЗ самому себе, когда я понял, что я хочу делать. И из этого ТЗ я стал, собственно, придумывать продукт, какой у меня будет. Какой я придумал продукт? Значит, объясню. Я придумал систему, называется 7 на 7. Наверное, покажу ее чуть попозже, если будет интересно. В чем суть? В том, что я заметил, что навыки, которые у меня есть и вообще у людей, которые достигают результата, я просто их разделил на 7 разных навыков, 7 пунктов. И уровень дохода получается, то есть по горизонтали основные навыки, по вертикали это уровень дохода. 50 тысяч, там 150, 300, 500, миллион, 3, 10. И навыки, которые нужны. То есть первое – это понимание себя, второе – понимание создания продукта, третье – маркетинг, упаковка, четвертое – технологии продаж, пятое – дорогой человек, дорогий продукт, шестое – систематизация управления, седьмое – это известность. И так оказалось, что благодаря тому, что я прошел все эти темы сам в инфобизнесе по дизайну, я просто эти темы быстренько перенес во все остальное. И там есть такая штука, когда мы навыки свои, которые у нас есть по этим пунктам, по уровню дохода отмечаем, у нас получается некий тест. Я вам попозже покажу, как это выглядит. И на этом тесте мы видим, сколько у нас сейчас уровень дохода и какой мы захотим в дальнейшем. Когда хотим дальнейший уровень дохода, мы можем выставить себе кратчайший путь. Вот я придумал такую механику, опробовал ее на людях, и кратчайший путь к деньгам – это каждому человеку приобретение неких навыков, которые характерны именно для него, именно по его психотипу, именно по его возможности, то есть что ему хочется. Эту штуку назвал, так можно сказать, формулой счастья, то есть что для тебя быстрее всего приведет тебя к цели. И дальше, по сути, человек определяет путь, и через эту тему он приобретает навыки. Навыки может приобретать у меня, естественно, обучение до результата. Либо идет к любому другому тренеру, у него хотя бы путь есть. И я на первой встрече, с чего я начал, я рассказываю как раз вот этот путь этому человеку. Дальше он может либо мое обучение взять, либо пойти сам внедрять. Это то, что ему позволяет выйти на доход миллион, два, три, десять в его бизнесе. Дальше, когда я понял, что эта тема рабочая прикольная, я попал на тренинг, я стал думать, как же это делать. Ну, то есть решил, в общем, прийти в люди и смотреть. Кроме своей индустрии, прийти в другую тему. Я попал на тренинг к Виталию Кузнецову. Наверное, вы знаете, но это мой знакомый. Давно-давно мы ее знаем. Я видел, что он в августе того года проводил. Я к нему сходил, и у меня сошлась некий пазл. То есть у меня все навыки, которые были. Я увидел, как Виталий продает, и типа, что так можно со сцены. Вообще спокойненько, аккуратненько, даже неаккуратненько, неважно. Короче, можно и нужно продавать. Я такой думаю, блин, прикольно, я тоже так хочу. Был интересный случай, что там девочка встает, ему задает вопрос. Говорит, Виталий, а скажите, пожалуйста, вы вот говорили там то-то и то-то. Он говорит, ты хочешь решить или узнать только? Он говорит, вернее, она говорит, я хочу решить. Супер, вставай, это будет полезно для всех. И, короче, начинает с ней беседовать, и в итоге что говорит? Слушай, ну тогда покупай. Иди вот, если ты хочешь решить, иди покупай. Она встает и идет, покупает продукт за 300 тысяч. Тут же, задавая вопрос. Она говорит, кто еще хочет задать вопрос? Я так думаю, блин, офигенно. Я понял, что вот продажа как бы очень классная штука. Продажа классной технологии тоже работает. Думаю, не буду теряться. В перерыве я подхожу к этой же девушке и к другим, кто купил, и говорю, слушай, а у меня тоже есть классный продукт. И снова я ей продаю. Я ей продаю продукт за 500 тысяч. А я это вообще никогда не продавал. Ну, то есть, я думаю, если она уже купила за 300, то типа пусть она и за 500 купит. И она покупает. Я думаю, понял. Я все понял. И вот спасибо, разворачиваюсь и уезжаю домой. То есть, в принципе, мне достаточно. И я понял, собственно, как вот эти навыки начинают работать. Дальше я созванивался с ребятами. Ну, то есть, я в группу написал. У меня было 100 человек в моей группе, которые у меня уже все покупали. Я говорю, ребята, вы не поверите. Я сходил на тренинг и вот описываю им эту ситуацию. Он говорит, офигенно. Я говорю, кажется, я понял, как продавать. И вас могу научить. 100 человек. Я говорю, кому интересно, приходите на встречу. Значит, приходят из 110. Из 6 я тут же продаю еще за 500. То же самое. Блин, все, сработало. Дальше, по сути, моя задача, ну, то есть, это момент продажи. Дальше моя, по сути, задача их довести до результата. Я сразу понял и всем рекомендую именно доводить человека до результата. Что я обещал за 500 тысяч. Что доведу до миллиона. Вот и все. Типа как? Каждому индивидуально. Вот. И просто говорю, мы точно дойдем. Я показывал примерно, как это доходится. Дальше я взял 10 человек. Довел их, естественно. Ну, то есть, я знаю, как довести. Как я получил уверенность? Тоже частый вопрос. Как не бояться вот этого всего. А я знаю, как это делать. Ну, то есть, я точно знаю, как это делать. У меня навыки есть все. Все семь. То есть, ну, вот просто я увидел, как это сходится. И я думал следующим образом. Что если даже они что-то делать не будут, я сам за них буду продавать. Ну, то есть, я на миллион их точно продам. Вообще точно. И иногда даже с несколькими людьми мы лично продавали вместе. То есть, и просто, ну, они деньги забирают со своих клиентов. Вот. Такая механика. И как показала практика, это очень выгодная стратегия. Потому что для того, чтобы человека довести до денег вот в его продукте, нужно, ну, примерно 5-10 встреч с ним личных. То есть, уже получается очень выгодно. А дальше, ну, даже без методики, а просто персонально. И получилось так, что, ну, собственно, мы доходили до результата. Когда я это понял и сделал кейсы, я подумал, как это можно автоматизировать всю эту тему. И тут нашел систему MetaFunnels. Ну, вот то, что автоворонки. Это Денис Казеонов сделал. Может быть, вы видели, слышали. Это методология Джеффа Волкера Product Launch Formula. Когда 4 видео, и там обратная связь идет людям. Наверное, знаете. Вот. И я уже такую воронку делал. Я уже 5 воронок таких делал с 2015 года. Я точно знал, что они работают. Единственное, в чем была проблема, в том, что не было автоматизации. А вот у него была полностью автоматизация сделана. Я быстро вписался. Цена была копеечная. Ну, типа 100 тысяч всего стоило за год. Вот сейчас еще до 10 октября тоже еще 100 тысяч. Потом 200 будет. Но даже это хорошо. Я купился за 2 дня. То есть, я быстро сделал эту методику. Записал видео. Закинул туда. И еще раз запустил по той же базе. И тут же заработал еще полтора миллиона. Потом на более широкую базу. Ну, а теперь это работает вся штука на, ну, как бы на общую аудиторию. То есть, в целом, как и учился в Волке, да, все, в принципе, очень просто. Ты начинаешь со своей базы. Потом следующую, следующую. И вот у тебя идет кейс. И вот я сейчас вдруг здесь рассказываю, ну, как бы, как получилось. Все. Дальше тебя уже приглашают на выступление и так далее. То есть, механика понятна. Вот. У меня был стопор в том, что, короче, я тормозил. У меня все эти навыки были много лет, 10. Но я был заключен в рабстве одной ниши. То есть, я не видел, что я могу применить себя в другой нише. Как только я себя понял и разрешил, стал думать, действовать, и вот получилось. Вот. Ну, в общем-то, прикольная такая тема. Теперь я сейчас взял вот этих 14 людей. У меня была идея не 14 взять, а 10, не больше. Потому что сейчас я индивидуально их веду. Поэтому я нескольких отчислил, нескольких, как бы, на паузу взял. Ну, то есть, 10 человек я сейчас веду до результата, как раз-таки, в 2 миллиона. Вот. И следующим этапом я снова перезапишу эту воронку и снова ее, ну, собственно, уже буду транслировать. Вот. Ничего, как бы, необычного нет, но, в принципе, ручной работы достаточно много. Но это автоматизируется. И что даю людям? Людям даю тоже очень простую вещь. У каждого из них есть, у каждого человека у нас есть какая-то своя способность сверхспособность. И мы соединяем эту сверхспособность, ну, как бы, с методикой, чтобы денег получить. У нас есть понимание себя, там, продукта, маркетинг с упаковкой продажи и доведение человека там до результата. Вот у него есть, как бы, один из этих, ну, или два, или три из этих вещей. И недостающие вещи я просто ему додаю. То есть, я понимаю, что мне надо закрыть одну, две, три категории. А у меня есть уже шаблоны, примеры. То есть, я могу просто ему отгрузить и дать уже готовые вещи. И я предлагаю на выбор. Четыре варианта у меня есть для людей. То есть, это не только инфобизнес и не только консалтинг. Мы, например, ресторан открыли в Сингапуре. 30 миллионов собрали рублей. Краунфандинг модель. Делаем копии бизнесов. Например, сейчас я работаю со шторной компанией, которая девушка зарабатывает 500 тысяч, ну, как бы, не работая. Хотя хочет развивать бизнес. Я говорю, ну, делай копии. То есть, клонирование бизнесов не через франшизу. Стартапа два мы запускали. Один приложение. Там надо было 2 миллиона собрать на стартап. Ну, на идею. И второй сейчас в Италии стартап типа Wildberries. Вот девушке я помогаю. Есть тема с просто наставничеством. Это классика, да. То, что многие делают. Это наставничество наставников. То есть, типа, в своей теме. То есть, дизайнеры. Например, берем тему дизайна вот у меня. И я учу наставников, чтобы они наставляли. И последнее. Вот то, что моя разработка. То, что я хочу развивать. Это вот моя методика. Это 7 на 7. Где люди становятся... То есть, берут полностью мою всю методику. Все, что я собрал. Все, что я писал. И используют у себя. А, ну, еще и вот MetaFunnels. То есть, я партнер MetaFunnels. Я помогаю людям создавать автоворонки, которые приносят от 1 до 2 миллионов на их продукте, не меняя продукт. Поэтому я даю человеку 5 вариантов. В любом из этих вариантов я знаю точно, как быстро вывести тебя на 2 миллиона. 1 миллион тебе, 1 мне. Ну, типа, все четко и честно. Все, и поехали. Вот такой вот у меня оффер. Вот на этот оффер люди хорошо идут. Люди хорошо покупают. Люди, в принципе, сами просят. Говорят, да, мы хотим, мы готовы. Ну, то есть, давайте. Дальше моя задача сделать это максимально эффективно. И, ну, как бы не, ну, значит, что получилось. Так, в завершение скажу про трафик. Откуда я взял трафик еще? И потом, наверное, уже, может быть, какие-то вопросы, или я покажу уже там, как наглядно выглядит. Откуда трафик? У меня трафик сработал очень хорошо по личности. То есть, я начал ходить на нетворкинг с целью узнать, что люди думают о моем предложении, чтобы его дополнить. Я просто приходил на бизнес-завтраке, кто чем занимается. Я показывал автоворонку свою. То есть, это легкий вход. Я говорю, вот у меня есть автоворонка, которая мне 6-5 месяцев подряд, говорю, вот цифры приносит от одного до двух миллионов. Только это автоворонка. Люди такие, о, прикольно, интересно. И спрашивали, а как это происходит? Я им показывал цифры прямо на телефоне. Они мне давали контакты, там 5-6 человек. Потом мы с ними связывались. Я говорю, слушай, а кроме автоворонки у меня есть вот этот дорогой продукт. Тебе интересно? Ну, типа интересно. Вот с бизнес-завтраков получилось людей вытаскивать. Потом я стал сам делать бизнес-завтраки. Очень хорошо сработали в таком формате. Я приглашал людей. В воскресенье бронировал стол на 4 человека. Ну, 3-4 человека. У меня вот в один раз 5 было, но это было много. 4 максимум. Каждому по полчаса. С идеей такой. Вы платите просто за стол 3 тысячи рублей. Приходите, рассказываете о своем бизнесе. Я тебе тут же за полчаса делаю твой бизнес от 1 до 10 миллионов. У тебя такая стратегия. То есть, ну, супер прикольная тема. Человек приходит и с одного, я делал 3 таких бизнес-завтрака. С одного купили у меня один человек, со второго 2 человека купило, с третьего 1 человек купил. То есть, каждый бизнес-завтрак заканчивался продажей. Как я делал? Я им показывал методику. Он говорил, ты решений не применяй. Мы делали в воскресенье, во вторник или в среду я с тобой свяжусь и обсудим. Говорит, окей. Во вторник или в среду я связывался. Говорил, ну что ты подумал? Говорит, да, подумал, но у меня есть ряд вопросов. Отлично, приходи на встречу. На встречу они же приходили закрывать вопросы и тут же покупали. Очень прикольная схема. Следующее, что сработало, это вот такие нетворки тоже. То есть, я смотрел, мне присылают спам-рассылки, приходите на разбор нетворкинг. Я туда прихожу, говорю, ребята, у меня такая-то тема. Я заинтересовываю, мне тут же с нетворкинга пишут как бы ребята. Я говорю, интересно, давайте встретимся. Вот. Третья тема, что я делал, это тоже попросил сделать. Я против вообще спам-рассылок, ну как бы был. Но думаю, надо все попробовать, чтобы все знать, что как бы работает или нет. Заплатил ребятам деньги, сделал себе мастер-майнд небольшой, где делал разборы с ситуацией. И в этих разборах я как бы заинтересовывал людей и тоже оттуда продавал. Первый раз у меня не получилось ничего, второй раз у меня опять ничего не получилось. Думаю, блин, что такое? Ну типа люди не те, не подготовленные. Вот. И третий раз у меня отлично получилось. На самом деле люди просто прогрелись уже там, ну типа три недели. И на третий раз я сделал два разбора, спросил девушки, вам это интересно? Сказали, да. Я закончил разбор и тут же им позвонил. Первый за 10 минут продал, второй за 15. Тут же вот, ну как бы они, это холодные люди, которые меня вообще не знают. Думаю, прикольно. То есть я попробовал разные способы, все они работают. Если у тебя классные офферы, ты как бы хорошо это все доносишь. Единственный минус, что это пока вручную работает. Но вот следующей моей целью будет все, что я сейчас рассказал, упаковать в MetaFunnels со скринами, с деталями. Ну, собственно, как это работает. Вот. Вот и на этой стадии вот я сейчас попал сейчас к вам, чтобы поделиться с вами информацией, показать вам скрины, если нужно. В общем, я сейчас могу поделиться экранчиком, все показать. Ну и, в принципе, ответить на вопросы какие-то, если есть. Да, я думаю, можно, да. Сейчас, еще раз, оффер. Если я делаю миллион, ты говоришь, я помогу тебе заработать 2 миллиона. Из этих заработанных ты миллион берешь себе, а я беру себе миллион. Но теперь я знаю, как зарабатывать не один, а два. Правильно? Нет, мы тебе еще систему делаем. Оффер еще не только в этом состоит. Да, давай я расскажу. На самом деле, да, мы делаем на новом продукте, который у тебя не было, но который ты хочешь. То есть в первом варианте у тебя, допустим, не было автоматической системы продаж. Мы тебе строим это фаналс, ну вот автоматическая система продаж. То есть и отгружаем тебя, чтобы ты сам это мог делать. То есть ключ тут не разово тебе сделать миллион, как продюсер делает, а именно настроить тебе систему, чтобы ты сам понял механику и сам ее делал без меня. И фактом достижения результата у тебя будет как минимум в 2 раза больше, чем ты заплатил. И плюс к этому я тебя веду, чтобы у тебя работала эта система дальше. То есть мы с тобой не прощаемся, я со всеми клиентами работаю все время. То есть человек мне один раз заплатил, он может в любой момент обратиться, и все новые данные я ему даю. То есть максимальная выгода. Мне это выгодно, потому что я не жадный для инфы, и это мой кейс одновременно, он кайфует, и потом что-то еще купит через какое-то время. А ему прикольно, потому что у него поддержка нормально получается. Соответственно, у меня нет задачи. Я почему спросил, потому что тут же можно усилить оффер. То есть не плати мне, а давай просто я доведу тебя до результата, и результат мы распилим. И это же усилил, это же гарантия. Но мне так невыгодно, потому что мне не нужно брать всех людей подряд, тогда налетят все вообще, и мне надо человек, который готов работать. И мне нужно получить деньги с него, между прочим. Не факт, что я беру миллион сразу, и даже, наверное, нет. То есть мне платили от 100 до 500 тысяч, как с кем я договариваюсь. То есть я старался побольше брать, конечно. Ну 500 – это прям вообще нормально. 300 так, ну более, ну то есть 300 тоже хорошо. Вот 200 там такой, 100-200 – это совсем уж там знакомые, которые были, которым я точно понимал, что могу помочь, и которые не сольются. Потому что много очень работы возникает вначале. Когда ты человека не знаешь, он типа, ну тоже, ну не уверен. В общем, ты вроде как в него впрягаешься и идешь. Вот, поэтому ты сам выбираешь, с каких людей ты берешь, за какую сумму и до чего идешь. А потом они как бы, ну получается, игроками твоими, когда ты знаешь, как работать с ними, и психологически, и инструменты. У меня уже записаны готовые инструментарии. Ты им даешь, говоришь, вот я делал так, у меня был результат. Я просто очень много сам результатов сделал. И сделал много результатов уже клиентам. Я говорю, слушай, вот тебе ресторан надо запустить, вот ресторан, как мы запускали, как мы собрали 30 миллионов. Ты хочешь клуб запустить? Вот я сделал клуб, у меня клуб есть, который приносит деньги. Там тебе надо школу сделать, там по профессии. Вот у меня школа профессии. Я его делаю так. Вот делай, пожалуйста, так же, улучшать будешь потом. Вот давай мы с тобой сделаем, как у меня, или там, как у моего клиента. А потом ты сядешь, когда у тебя будет готово, ты заработаешь деньги, наш контракт закончится, ты будешь улучшать весь год свой следующий. Он говорит, окей, нормально. Так, вот вы должны видеть. Собственно, я создал вот такую штуку. Я это сделал презентацию. Вот у меня была такая. Как продавать свои услуги на сумму от 300 до миллионов рублей. Это еще до того предложения, которое я сейчас даю. Это предыдущее у меня было предложение. Это на что я собрал первую группу. Это вот 4 видео, PLF, показываю свой путь. Но если показываю, как презентажка выглядит, я придумал методику, с помощью которой можно делать. Типа выбрать нишу, создать продукт. Ну, методика достаточно стандартная, тут нет ничего необычного. Дальше я показывал проблемы, которые есть. Свою историю показывал, типа, как вот стал, как я начинал работать. Записывал в основном, это я для дизайнеров, поэтому приложил сюда, как я проходил эту тему. Так как у меня аудитория была дизайнера. Значит, показывал свой путь, чего делал. Так, дальше, дальше, дальше. Вот до таких домов я дошел. То есть, как я сначала премиум объекты стал брать. Потом я говорю, теперь у меня вот так вот все. Было так, стало так. И вот теперь, как к этому подойти. Так, 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 кейсы, кейсы. Да, потом вот я показывал, как я студию свою сделал. Это моя компания по дизайну. Storytelling идет. Вот теперь, как я работаю, что мы ведем работу в системе ведения проектов. Вот как мы работаем. Я прямо делал такие скриншоты. Вот, видел документы. Эти документы позволили мне купить там дом и поселиться, выйти из операционного управления. И я делал это все через историю. То есть, у меня есть, не через историю, а через именно как бы страхи их. То есть, свою историю я закидал все страхи. Ну, это обычно там такая механика, значит, которую, я думаю, что вы тоже знаете. Показывал кейсы. Вот. И потом, потом, потом. Вот, кстати, вот выступление. Вот рассказывал, что я выступал потом на конференции. В общем, всю свою историю сделал. Вот это моя конференция. Показывал везде доказательства, как что было. И потом я стал показывать людей тоже, которые шли по моей методике. Сейчас я дойду. Вот эти люди. Сейчас я дойду. Интересности. Да, вот, кстати, в Сочи я как выступал. Мероприятие было. И я сделал таких 5 видео. Вот, начал рассказывать, как у меня получилось. Вот Максим сначала обратился ко мне. Рассказываю историю, историю, историю. Вот. Дальше я рассказываю там мою продажу модель. Ну, в общем, вот такие темы я записывал. 5 видео записал и стал им последовательно показывать. Проблема решения, проблема решения. Дальше я просил их выполнять задания, которые здесь были. Сейчас я дойду. Почему-то у меня тут кейсов нет. Почему-то я не домотал. Я, наверное, не ту презентажку дал. Дальше я посмотрю презентажку другую. Вот. Дальше я просил сделать... Ага, вот она. Дальше я просил выполнить задания. Это вот система уже MetaFunnels. Вот здесь было задание. Вот они выполняют задания вот такие. Выполните мини-задания. Типа, ответьте на вопросы. Есть ли какой-то у вас курс, продукт, который вы хотите развивать. Расскажите об этом продукте, как находят клиенты. Ну, и так далее. Вот в этой презентажке я показывал, собственно, как можно добиваться результатов. Это теги продаж, там, аватар. Это вот то, что в MetaFunnels мы делали. Я туда добавил свои кейсы. Вот мои кейсы, которые были. Там, Владимир, Аня, ну, и так далее. Это 10 кейсов, которые у меня получились. Я им показывал и говорил, все это сделали мы благодаря методу. Тоже небольшую историю свою показывал. Вот это предыдущие у меня PLF, которые были. В общем, я просто рассказывал то, что у меня было и то, что было у моих клиентов. И предлагал прийти навстречу, обсудить, как им это сделать. Вот, в принципе, все. То есть основная, наверное, здесь тема, что просто вытащить всю историю из телефона, с переписок, скриншотов, которые были, это занимает какое-то время. Но люди, кажется, в этом чувствуют твердость некую. То есть они чувствуют, что это не очередное, типа, стане успешным и богатым. А ты просто рассказываешь. И это сильно подкупает. То есть дальше ты говоришь, есть некая система, дальше дело хорошего предложения. Вот этого, да, который мы сейчас обсудили. И поддержка их по этому вопросу. Вот, наверное, так. Станислав, скажи, пожалуйста, ты себя позиционируешь как наставник, как ментор. Кто ты? Я не позиционируюсь так. Я позиционирую себя, наверное, как создатель системы, вот этой 7 на 7, которую я сделал, которая как раз-таки помогает людям добиваться их целей в жизни, счастья в жизни, надо так сказать, через развитие любимого дела, то есть заработок на любимом деле. То есть я не лезу сильно в психологию, в здоровье. То есть у меня идет заработок через, вернее, счастье через заработок. Вот, поэтому мне не нравится слово наставник. Мне не нравится. То есть как будто, типа, я что-то знаю, а люди что-то не знают. А я наоборот говорю, что все достаточно просто, просто не надо усложнять. Есть некая механика, бизнес – это очень просто. Четыре элемента. Потому что тебе надо каждый из этих элементов сделать нормально. Вот, соответственно, как сделать нормально? Я говорю, я не знаю, как сделать нормально. Может, даже ненормально сделать. Вот я сделал, условно, просто скриншотов нащелкал, просто сделай нормальную историю, которая, ну, завлечет людей. И сделай хороший оффер. Поэтому я говорю, слушай, я не то, что как бы наставником, давай просто сделаем тебе. Не важно, как ты меня назовешь, мне все равно. Давай, назови меня человека, который тебе поможет результат сделать. Консультант, наверное, да. Ну, не знаю, мне без разницы. Вот моя глобальная цель это сделать систему 7 на 7. Я сейчас уже ее запускаю, чтобы ее в мировом масштабе сделать. Мне вот это нравится. Потому что кажется, что все слишком сильно усложняют, либо наводят тумана. Я очень здраво и очень просто на все смотрю. К примеру, могу привести пример. Люди делают распаковку, типа там неделю. Распаковку личности, еще что-то. Я могу это за 30 секунд сделать. У меня есть упражнение, как за 30 секунд понять. Просто. Ну то есть это реально просто. Вот. И человек такой, да ладно. Я говорю, да точно. Ну вот точно можем сделать. Вот и делаю. Как сделать позиционирование? Человек, люди могут годами делать позиционирование. Кто они такие? Говорю, давай сделаем за час. Продукт, позиционирование твоя уникальность. И ты поверишь, что это твое и сможешь продавать. И плюс еще могу закрыть все внутренние страхи и проблемы. Ну я знаю, как это делается. Точно знаю. Я сам их себе закрывал и психолог не нужен. Он такой, да ладно, это невозможно за час, за полтора. Я говорю, возможно. Все, приходи, сделаем. Вот. И вот эту вот методику, как я это делаю. Я же не психолог, и не бизнесмен, и не предприниматель. Ну то есть я просто как бы дизайнер, который всему этому научился. Ну то есть это любой может сделать. Просто не надо усложнять, надо брать простые инструменты и логику включать. Иногда у не все мои клиенты, то есть некоторые клиенты слишком эмоциональны. Ну то есть слишком такие того, ой, я там в облаках витаю. Ну их я рекомендую тогда вытащить именно их проблемы. Я говорю, вот тебе план. Три проблемы, которые есть. Иди, пожалуйста, к психологу или к некоторых людей я отправлял к логикам. Не к логикам, а называют. Да, логика, наверное. Есть профессия такая, ну типа логика, да? Не профессия, дисциплина. Им не хватает логики. Они смешивают апельсины с бананами, и от этого они не могут построить бизнес. Не потому что они что-то не знают, у них просто в голове нет X-Mind, да, MindMap. Они не могут это сделать, и поэтому у них структурно не получается. Я говорю, слушай, тебе два занятия с человеком, который тебе логику объяснит. Два занятия. Тебе точно это надо. Она идет по три тысячи, платит этому человеку, приходит совсем другим человеком. Я все поняла. И тут же у нее раз взрыв, потому что у нее не хватало одного навыка. А ей никто не сказал, что им это не хватает. Она какие-то распаковки делает, какую-то другую херню. Я говорю, слушай, у тебя просто вот как бы здесь система не сходится. Я говорю, понял. Вот такие штуки. Понял, спасибо. Спрашивают, почему так дешево? Маричу при гарантии заработка 1 миллиона стоимость продукта 1,5 миллиона. Я не жадный. Я могу хоть три. Ну, то есть, я знаю, что мои технологии... Мне все равно. То есть, мне вообще пофигу, сколько там. Полтора, что там у Марича, мне без разницы. Я знаю, что я могу сделать легко 2 миллиона. Ну, то есть, я могу и больше. Просто зачем человеку дальше со мной сидеть, если он дальше сам может? Ну, то есть, зачем? И вот почему такое превышение тоже у Марича при 1 миллиона стоимость продукта 1,5? Ну, значит, у нее так. Значит, она, ну, как бы, она так решила. Я же не знаю, как, почему она так решает. Я могу, ну, в принципе, я ее продукт не знаю. Могу только про себя сказать. Я знаете, как делал? Я сделал вот как бы я хотел купить. Я бы хотел купить вот так. Кому-то отдать денег. Сколько-то? Не обязательно сразу миллион, какую-то часть. Начать там с 200 тысяч, например. Чтобы мы сделали быстро там следующую часть. Дальше я бы с прибыли уже отдавал. И я бы дошел до 2 миллионов. Мне было кайфово. Почему? Тест выпускал. Ну, вернее, проходил свои. У меня осторожность зашкаливает. Я никогда не впишусь за продукт за миллион или за полтора. Это просто не про меня. Просто я себе не могу позволить, хотя у меня есть деньги, я не могу позволить себе выложить миллион. Я думаю, блин, а вдруг я лоханусь? Ну, то есть, это совсем будет очень ужасно. У меня осторожность именно чета характера зашкаливает. Я умом понимаю, но не могу. Я физически не могу отдать столько денег. Я подумал, так, наверное, как я, тоже другие люди есть. Ну, типа, а какая у меня разница, если я могу все равно довести до результата? Ну, заплатит он не сегодня, а через месяц. Ну, хорошо. Заплатит через месяц. Какая разница? Так как у меня там нет команды большой какой-то, да, я не парюсь вообще. Я просто говорю, ну, сделаем и все. А ты гарантию даешь, да? Да, конечно. Ну, как гарантия? Гарантия того, что, ну, типа, мы дойдем до результата. Это и есть суть моего предложения. У меня 100% доходит до результата. Потому что я знаю, как делать. Ну, я же знаю, как. Если я не знаю, как делать в чем-то, я говорю, слушай, дружище, с твоим продуктом не получится. Вот именно с этим. Либо тебе продукт меняем, ну, и давай поменяем. Мы тебе создадим новый продукт и с ним дойдем. Либо ты хочешь со своим? Пробуй. Ну, тогда не у меня. Вот MetaFunnels бери, сделай упаковку, как я делал, я тебе копию дам. Будет стоить не миллион, а сто тысяч. За сто тысяч заходи, бери MetaFunnels, вот эту систему и делай сам. Ну, я не отвечаю за это. Я отвечаю за то, что, как бы, в чем уверен 100%. Поэтому говорю, приходи ко мне на встречу, пообщаемся. И если я буду уверен, я тебя возьму точно. Если ты будешь готов, как бы, действовать, как я скажу. А в чем заключается, если городка MetaFunnels? Давай покажу, кстати, почему нет. MetaFunnels это, по сути, автоматическая система Джефф Волкера. Это Product Launch Formula. Знает же все, что это такое? Product Launch Formula, знаете, да? Джефф Волкера? Да, да, да. Четыре видео. Вот, MetaFunnels это просто автоматическая система. Вот воронку ты запускаешь, ты можешь много воронок сделать. Ну, типа как, деткурс, можно сказать, или что-то еще. Здесь у тебя есть система, ну вот, давайте, что тут у нас есть. Вот у нас тут есть аналитика. Вот, аналитика нам Тикан версии показывает. Есть там оплата. Ну, да, я сейчас оплату не буду включать, потому что там персональные данные, вот, чтобы потом не вырезать. Есть мини-сайты. Вот у нас мини-сайт. Ты делаешь, допустим, зону социальных доказательств. То есть все кейсы ты один раз пишешь. Вот мои кейсы, которые есть. Ты их делаешь вот так вот. Значит, ты, ну, типа мини-сайты строишь. У тебя мини-сайты есть. У тебя есть вот такие сайты. То есть ты заходишь, хоп, у тебя тут видео. В этом видео я рассказываю, собственно, как там за 18 минут заработать денег. Записываю такое видео. Дальше человек видит свою дорожную карту. И он выполняет задание. То, что я показывал. Типа отвечает на вопросы. Выполняет задание. Попадает в этот самый сообщение. Посмотрим. Да, сообщение попадает. И в этих сообщениях я ему могу... Смысл в том, вот здесь он попадает в телеграм-канал сразу мой. А, ну да, вот он мне может только написать. Все верно. Значит, он пишет мне, и я ему тут же отвечаю через... Я ему отвечаю через телефон. То есть максимально короткая обратная связь. Так как он у меня уже квалификацию прошел, по сути, в первом сообщении, я вижу, кто потенциально успешен, а кто нет. И могу быстро вытащить людей, которые крутые, зарабатывают достаточно и готовы. И вот у меня конверсия получается. Можем конверсии посмотреть. С 8 августа я начал. Ну вот с 8 августа по 8 сентября, допустим. Вот конверсия. Значит, регистрация 20%. Это значит, 80% нерелевантные. Ну и вот там оплата, предоплата. То есть вот тут есть данные. Мы видим, сколько другу показывают, сколько рассказывают. И на каждое это видео мы можем, ну, как бы, влиять. Здесь есть сценарий, который уже готов. Ты прямо прописываешь там введение интро. Просто зачеркиваешь свое имя, а вернее, мое имя или там чужое, и пишешь свое. Сценарий готов. Типа, как записывать видео. Видео 2, видео 3. Там продажи есть. Дальше лид-магнит ты делаешь готовенький. Вот у тебя лид-магнит. Ну вот у меня инструкция, как получить. Чтобы он досмотрел 4 видео и получил лид-магнит. Вот. Дальше тут есть цепочка сообщений. Это настроенный чат-бот. Сразу же. Цепочка сообщений. Типа, всем привет. Я такой-то, такой-то. Добро пожаловать к нам на видео. Кругляшки там отправляются. Вот им отсылаются темы. Он отвечает. Значит, потом следующее. Это второе видео. То есть когда он ответил, я его галочкой ставлю. Он ответил. Переходит в следующий. Собственно, это автоматизированная готовая система, где ему начисляются там деньги. Не деньги, вернее, а бонусы, если он что-то выполнил. Я могу очень быстро видео, вернее, делать очень быстро шаблончики. То есть как я делаю? Вот я прям беру, двигаю, нажимаю сохранить. Если я хочу поменять, что-нибудь меняю просто здесь, нажимаю сохранить картиночку. То есть все, что нужно для того, чтобы автоматизировано, здесь вот человек уже постарался, Денис, и сделал полностью готовую схему. То есть если у тебя готов продукт, сюда его перенести. Скрипты продаж есть. В общем, все тут есть. Сюда его перенести, ну, занимает 2-3 дня, если у тебя записаны видео. И в итоге вот чаты есть. Чаты там у нас люди, с которыми я общаюсь. Собственно, здесь вот они есть. Можно продавать. Вот такая система. Вот. Суть не в системе на самом деле. Самый прикол в чем? Не в системе. То есть многие думают, что систему продают. Нет. На самом деле продают оффер и предложение. Если есть сильный оффер и сильное предложение, то система дает просто конверсии. Дальше люди через четвертое видео приходят ко мне на консультацию. Я им продаю за 15 тысяч в конце консультацию с собой. И на этой консультации я определяю, что они купят. Продукт за 100 тысяч, за 200, за 300, за 500, за миллион. И по сути я общаюсь просто с ними. Они пятнашку платят за то, чтобы со мной пообщаться. Я им даю пользу. И плюс, говорю, хотите купить, покупайте. И там конверсия 50%. Вот оттуда как бы деньги идут через эту систему. То есть получается комбинация навыков. Хорошая презентация, хороший оффер, хорошее предложение, увлекающая механика, работа с человеком в процессе. Он уже приходит подогретый. Он приходит не говорить, типа, ну рассказывай мне, продай мне что-нибудь. Он приходит покупать. Говорит, окей, давай выберем, что ты будешь купить. Получается, за 15 тысяч он выбирает, что он покупает. А не ты его консультируешь еще раз. Данил спрашивает, откуда трафик? Да, да, вижу, откуда трафик. Но вот пока я платный трафик сильно не включал. У меня сработал хорошо трафик, я закинул своим. Там механика встроена, поделись с другом. То есть чтобы получить бонус, ты должен как бы как минимум одному другу дать ссылочку. И если ты хочешь бонус, ты даешь одному. Кто-то прям вообще кайфует, я всем поделюсь. И в принципе у тебя уже, когда ты общаешься с человеком, ты общаешься с ним, ну как бы с телефоном получается. У тебя с ними накладываются отношения очень классные. Почему? Потому что ты, по сути, его коучить уже начинаешь. Ну, к примеру, вопрос номер один. Какой у тебя продукт? Кто-то пишет, у меня три продукта. И начинает тебе про все три рассказывать. Я ему говорю, дружище, тебе честно скажу, когда я зарабатывал до миллиона в месяц, у меня тоже было три продукта. Но когда я вышел там на два и более, я понял, что нужно лишнее отрезать. И вот тебе желательно выбрать какой-то классный один продукт, который много зарабатывать ты будешь. И вот его развить. А потом другие включить. То есть не вместе все, а провозиком. Вот такой типа тейнсайт. Говорит, как тебе? Он говорит, офигенно. Говорит, какой сделать? Я говорю, вот этот. Супер. Говорит, давай следующее задание выполняй с этим продуктом. То есть он такой, блин, мне уже помогают. В этом суть. То есть суть как бы в этом. И он такой, у тебя уже с ним, независимо, купит он или не купит, у тебя уже с ним отношения наладились классные. И ты потом говоришь, слушай, ну ты не купил, если тебе понравилось, есть друзья, можешь посоветовать? Говорит, могу. Кинем ссылочку. Если они купят там реферальная программа, тебе еще денежки оплатятся. Ну то есть там видно, что он от него пришел. И он начинает советовать. То есть как бы трафик, он такой получает, закрученный. Вот. Плюс Илья Булатников мне вот сильно тоже помог. Он увидел эту тему, зашел туда, говорит, классная тема. Говорит, можно я отправлю своим ребятам? Я говорю, отправляй. Вот он туда привел еще типа 200 человек. Вот. Из них там, ну в общем, партнерский трафик неплохо работает. Я пока к холодному не, вот именно прям к холодному к рекламе не привлекал, но сложностей никаких не вижу. Ты просто берешь таргетолога и фигачишь. То есть все то же самое. Потому что эта воронка, она как раз о том, как из холодного человека, который тебя не знал вчера, сделать теплого. Это суть ее работы. А теплому продать уже легко. В итоге у меня вот получается два вот этих вот очень супер топовых механизмов сработало. Первое, это автоматическая воронка, когда я на входе вижу квалификацию клиента сразу и помогаю самым топовым. Ну, как бы с кем мне прям по пути. А если человек, ну я там ввожу ограничения. Если ты мало зарабатываешь пока, то, ну я тебе просто помогу. Я говорю, ты просто смотри воронку, как типа условно взрослые люди продают. Дорастешь, ну тебе подойдет. Но пока тебе рано. То есть тебе надо с продуктом пока разобраться. Вот что тебе нужно вот это. Он говорит, спасибо за рекомендации. Обязательно обращусь потом. Ну, то есть я его просто не выкидываю, а говорю, ты смотри без проблем. Но тебе реально пока рано, если ты там 50 тысяч зарабатываешь. Это для тех, кто там 200-300 уже зарабатывает хотя бы. И он тоже благодарен. Говорит, спасибо за честный ответ. Кому-то я честно говорю, слушай, я тебя не возьму. Говорит, почему? Я говорю, ну по характеру твоих ответов там то-то, то-то. То есть ты типа еще не готов. И объясняю ему, почему. Он говорит, да, спасибо, я действительно не готов еще. И он потом даже отзыв пишет. Блин, мне Станислав сказал, что я еще не готов и не пытался мне продать. Ну, то есть очень прикольно. И еще одна механика там неплохая, то, что есть группа, группы, куда они попадают. И там вот, когда кто-то покупает, вылазит такая тема, что, сейчас покажу, очень неплохо работает, что кто-то купил, у нас новый клиент. Вот у нас такая группа, например, когда кто-то покупает, здесь сюда я отзывы скидываю, после консультации люди оставляют отзывы. Здесь я показывал там кейсы. Люди опять отзывы делятся. Отзывы, отзывы, отзывы. И вот когда кто-то покупает, вот каждая покупка, она присылается туда и, ну, типа, сама система отправляет. Говорит, о, нифига себе, у нас новый клиент. Вот люди прям делятся. Это после того, как прошли воронку, пишут отзывы. Вот, и, соответственно, вот тут группа уже 500 человек, она набралась вот уже, ну, постепенно. То есть теперь я могу им сделать оффер, продажу и все остальное уже в этой группе. То есть она набирается, ну, автоматически. А я здесь какие-то, ну, просто как телеграм-канал, получается, веду. Вот. Ну, и здесь там продажи, когда происходит. Вот Валера, кстати, Морозова, знаете. Он два аккаунта купил. Был такой этот самый. Что говорит Валера тоже? Говорит, да, он два аккаунта купил. Два раза купил. Илья это самое смеется. Поэтому, да, вот такая вот штука работает. Друзья, давайте еще вопросы. Да, сейчас еще один момент интересный скажу. Тоже будет полезно. У меня хорошо сработало именно делиться с людьми открыто, ну, типа, что происходит. Я когда стал продавать, я находился в разных чатах, в том числе там в чате MetaFunnels. Там есть чат партнеров. Я говорю, ребята, они все продают MetaFunnels типа по 100 тысяч. И у них фигово продается, потому что они платформу продают. Вот. Я говорю, что не надо платформу продавать, надо, короче, свою работу продавать до результата. Они говорят, как, как, как? Я говорю, я пока точно не знаю, но сейчас я научусь точно. Я им так закинул. И месяц учился этого делать. Ну, пока не научился. Потом прихожу, говорю, ребята, вы не поверите, у меня за день купили три пакета по миллиону. Говорят, да ладно. Я говорю, точно. Они говорят, а можно, типа, нам узнать, как? Давайте ZoomChat создадим. Я говорю, ну, в принципе, можно. Они создают ZoomChat. Туда приходит человек восемь. И я им рассказываю вот это все. Они говорят, блин, мы тоже так хотим. Я такой думаю, блин, так тоже можно было. Я говорю, хорошо, кто хочет, покупайте. И у меня четыре человека тут же покупают. Я такой, блин, я пишу. Как бы у меня был рекорд три за этот самый, а тут четыре. Ну, то есть у меня вот рекорд, получается, четыре миллиона за, ну, в продажах, естественно, да, в предоплатах за один день. А раньше я вообще не понимал, как можно за миллион продать. Вообще не понимал. Просто. То есть я вот прям ходил, даже себе записал аудио. Я не понимаю, как люди это делают. Вот. И я просто так стал делиться. И, по сути, люди идут сами, ну, как бы, вот на эту тему. И когда ты это проходишь, то ты можешь других людей также учить. И я взял потом этого ученика одного из, и тоже за два часа условно его мозг провел. У него продукт классный. Я говорю, давай продавай у него за 200 тысяч, за миллион. И он пошел и через два часа продал. Ну, то есть вот такая штука получается интересная. Кажется эзотерика, но, блин, собака работает. Станислав, еще раз от меня вопрос. Ты говоришь, что хочешь уйти от личного вовлечения, автоматизировать. Насколько я слышу, ты вовлечен и в личный в процесс продажи. Ну, это еще можно, можно как-то скрипты в переписку менеджеров нанять. А сам продукт, ты вовлекаешься и доводишь человека. Как здесь ты себя заменишь, я не совсем представляю. Слушай, ну, есть система, я уже написал, как я это делаю. То есть мы, как системные люди, понимаем, что если ты расписал все на части, тебе надо просто понять, что у нас 4 категория продукта есть вот сейчас. И по каждому категории есть свои сценарии работы. Ну, типа, что надо сделать. Дальше по каждому сценарию нужно сделать эталон. Типа, что должно быть. Как правильно, как неправильно. Ну, и дальше, по сути, нужно как бы скрипт, как это делать. Ну, как бы куратор, которого я научу. Вот я сейчас продал место в группе тоже куратору, которому сказал, что он будет вести за меня, ну, типа тех людей. То есть, по сути, мне нужно воспитать себе человека, который будет обладать моей технологией. А я понимаю, что моя технология, она передается. И получается, мне выгоднее отдавать своему ученику за 500 тысяч и ничего не делать. Да? Самому за миллион зарабатывать, если он доведет. А продавать клиенту за миллион. Таким образом, я вот так вот могу множиться. А человек, который раньше продавал за 50 или за 100 тысяч свой наставничество, говорит, слушай, ты не будешь продавать за 50 или за 100, ты будешь за 500 продавать. Говорит, да ладно, а где клиентов возьму? Говорит, клиенты, не проблема, я тебе поставлю в избоке клиентов. Понятно, да? А я могу поставить в избытке клиентов с этой темой. То есть это вопрос, то есть я сейчас могу взять в избытке клиентов по миллиону, прям дофига. Просто вопрос пропускной способности. То есть люди это покупают легко. Я говорю, вот 4 штуки пачками покупают. Я просто там сам прифигел, я не знал, что так будет. Но люди прям сами говорили, мы хотим. Ну, такой оффер очень прикольный. Теперь задача этот оффер оказывать не лично, а в системе. И вот моя работа сейчас заключается в том, что у меня эта система есть, мне ее надо выгрузить человека. Что я делаю? Давайте так, первая моя встреча, это встреча, как бы человек говорит, вот я хочу, допустим, зарабатывать, не знаю, там 5 или 10 миллионов, да, и вот что у меня есть, и что мне можно сделать. Я могу тут же переформатировать, как бы я вам рекомендовал это делать. Можно так вот попробовать, пока время есть, если кому интересно. Даня вот пишет, прям с языка сняла. А можно поделиться вашей прекрасной распаковкой за 30 секунд? Ну, люди некоторыми месяцами распаковываются, а тут за 30 секунд можно. Можно как-то? Да, да. Значит, я стал изучать психологию и понял одну простую вещь, что людям нужны 4 вещи. Я назвал это система BEST. B, ну, как бы, просто я стал придумывать какую систему, чтобы она работала. B, то есть B, это benefit, это выгоды, E, это emotion, эмоция S, это safety, безопасность, и T, это топ, типа быть номер один. Ну, вот, чтобы оно как-то красиво звучало, я придумал такую аббревиатуру. Соответственно, у нас 4 категории, что нужно вообще людям? Всего. Больше не нужно. И как ни странно, именно что такое уникальность? Это уникальность, когда мы не все 4 делаем, когда все 4, это супер не уникальность. Когда одна, это супер заточка. Я увидел, что есть вот как бы клиент, он нацелен, допустим, на выгоду и на безопасность. Кто-то нацелен на личное общение и на рост вверх. То есть у каждого человека чаще всего 2 из 4 ключевые. И у нас тоже чаще всего 2 из 4. И наша суть выявить, отранжировать, что нам важнее всего, нам лично, и в нашем продукте, и соединиться с клиентом, который это надо. То есть таким образом мы вот эти 4 вещи ранжируем от 1 до 4 и понимаем, 1 и 2 это наши, и именно таких клиентов мы стараемся найти. Это получается у нас уникальность. Очень простая схема. Ну то есть там у меня в графике есть, у меня сейчас просто графика под рукой нет. Но в целом, как бы человек, который сделает за 30 секунд, напишет 1, 2, 3, 4, он понимает его данные, я спрашиваю, почему, узнаю, что это истина его, ну либо там по максимуму, может быть, он не понимает, типа, что такое бенефит, что такое выгода, да, это экономия времени или наоборот, типа, экономия времени и заработок денег, его цель и полагания, да. Значит, второе, это быть лидером номер один, развитие. А третье, это эмоции, отношения. И четвертое, это безопасность, система, структура, все, что с этим связано. И вот ты свой продукт нацеливаешь под аудиторию, которым надо. Это и себя. То есть вот мой психотип, это системность, именно системная, и, ну как бы, и выгода. Это бизнес-класс, бизнес-класс клиента. Я не могу с премиумом работать, потому что моя компания, моя компания, которую я создавал всю жизнь, это была, и моя внутренняя организация, была под выгоду и безопасность. Система и деньги, ну выгода. Это бизнес-класс, это небольшие деньги. Когда я это понял, я понял, что большие деньги, это про эмоции и, ну личный подход, короче, эмоции и этот самый, как его называют, ну типа развитие. Я, вот этот продукт мой, он как раз про это. И мне пришлось измениться немножко самому, как бы на себя посмотреть под углом, но я это делаю как бы разово. То есть я это делаю один-два года, чтобы создать этот продукт. И дальше я его опять закидаю в эту тему, типа выгода и этот самый, и система. Сейчас я создаю систему, чтобы было выгодно. И поэтому я понял очень простую вещь, что когда ты развиваешься, у тебя вот две вот эти вот ключевые. А когда ты создаешь систему, у тебя вот это. И в принципе, в зависимости от уровня человека, на котором он сейчас находится, мы ему тоже это показываем. Он это видит на бумаге, говорит, блин, как же я этого раньше не понимал. Я говорю, отлично, а теперь давай твой продукт, который сейчас есть, попытаемся так разложить и сделаем его понятным и для тебя, и для клиентов, и для сотрудников. Он такой, офигенно, я нашел свою уникальность. И она продается хорошо. Ну, это одна из таких фишечек. То, что очень быстро можно сделать. Очень хорошо работает. Потому что вроде очевидно, вроде мы все это все знаем. Но, блин, а как это в жизни использовать, чтобы продавать дорого? Я говорю, вот так. Так, окей. Есть все эфиры, точнее, присутствие на них. Да, Стас, скажи, пожалуйста, я так понимаю, этот оффер у тебя сейчас действует? Да. Где можно прийти? Ты, по идее, разные бизнесы, не только по бизнесу берешь? Нет, нет, не только. Вот я говорю, мы ресторан в Сингапуре открыли очень прикольный. Сейчас работает. Собрали краудфандингом 30 миллионов без вложений, без идеи. Ну, то есть только на идею. А вот такой вопрос. Смотри, если у меня какой-то традиционный бизнес, если там маржа не 100%, как в этом бизнесе, не 50%, ты гарантию даешь на миллион выручки или на миллион прибыли? Смотри, тут, как мы говорим, то есть тут вообще как бы не факт, что 2 миллиона. Это как бы условный оффер. Дальше мы обсуждаем. То есть если у тебя производство, то есть производство вообще можно либо паковать, либо продать. Да, да. То есть по-разному. Это надо смотреть. К примеру, вот ресторан, там не надо было 2 миллиона собрать, там надо было 30 собрать. Я говорю, слушай, 30 это как бы амбициозная цель, чтобы ее создать, тебе нужна упаковка. Давай я тебе сделаем упаковку сначала и бизнес-модель. И я гарантирую, что на эту упаковку и бизнес-модель мы соберем тебе 3 миллиона. А потом с помощью этих 3 миллионов ты можешь стартануть программу на, ну, чтобы собрать все, я тебе помогу. И я договаривался сразу на 3 миллиона, что мы соберем. И я гарантировал, что мы 3 миллиона соберем. Когда мы собрали 3,5 миллиона, по-моему, столько, мне собственник предложил, говорит, слушай, мне очень понравилось, классно. Давай я хочу дальше с тобой работать. И вот он мне долю в ресторане тоже дал, и я ему 30 дальше помог собрать. То есть я вот делю на этапы. То есть всегда важно сделать какой-то первый этап. Я же не вхожу его в бизнес навсегда. Я говорю, давай тебе часть сделаем и с помощью этого ты уже дальше стартанешь или мы потом пересмотрим договоренности, если это будет необходимо. Поэтому если приходит производство, у меня сейчас тоже такие запросы есть. Я говорю, слушайте, давайте вот мы сейчас вам как бы первую вещь сделаем с небольшой, вы увидите, что все работает. Дальше мы уже сядем, еще раз поговорим. То есть зачем мне сразу вписываться на огромные какие-то суммы? Ну это логично. И он такой, да, действительно, почему нет? Риски маленькие, давайте попробуем. Я всегда исходжу из того, что как бы я сам хотел. Тогда это хорошо продается. Вот мне бы было прикольно, если бы мне так предложили. Да, я бы воспользовался сам своим предложением, если бы кто-то мне так сказал. Я говорю, да, точно. Хотел бы я сам себя, чтобы я сам себя покоучил. Хотел бы. Значит, вот вместе мы бы, ну было бы прикольно. Читаю комментарии, рассказал, что проходит сама работа. Начиная со встречи, было бы интересно дослушать до конца. Вот это я не очень понял, что за встреча. Но встречи мы определяем с человеком, что ты хочешь, что у тебя за проект, что за продукт. Я генерю, чтобы я на его месте сделал. Вот если, ну, сейчас есть кому-то интерес, я могу прямо сейчас нагенерить, пока у нас еще время есть. Наверное, минут 20, да, у нас есть. И я могу показать, как это происходит. Да. Ну, если есть время и желание, да, почему нет. Так, и второе, сказал, что может поработать с кем-то. Да, вот могу поработать, пожалуйста. Кому интересно, поднимайте руку, давайте поработаем. Всем будет, все послушайте. Сразу видно, кто это самое хочет во максимум взять. Я вот, у меня такая привычка, я еще научился, я был на, это самое, на конференции, в 10-м году. Такая история была интересная. Вот, смотрю, какой-то бегает парень, типа официанта. А потом он такой берет и выходит на сцену. Я такой, блин, как это так? А он бегает с микрофоном, всем передает, ну, какой живчик. Вот, а потом он выходит, это оказывается Петр Осипов. Я такой, блин, думаю, а как он из этого самого, из официанта, переквалифицировался в тренера? Он говорит, а я сейчас у вас буду чему-то учить. Я говорю, ни хера себе, что это он будет учить? Типа, я тут самый умный, а почему он учит? Я такой, блин, фигня какая-то. Он говорит, кто хочет научиться? Я говорю, ладно, короче, я рисковый. Поднимаю руку, говорю, а я вообще не люблю на сцену ничего. Говорю, ладно, поднимаю руку, я хочу, научи меня, научи меня как так. Вот, выхожу на сцене, и он нормально проводит выступление. Говорю, блин, я говорю, Петь, типа, я думал, ты реально официант, что ты бегаешь, теперь на сцену, типа, красавчик, вообще круто. Вот, это еще до бизнес-молода, вообще до всего было, сто лет назад. Вот, и потом, вот, я супер не боюсь, типа, что что-то кто-то обо мне подумает. Да, мне интересно узнать, да, я тупица, я там, например, не понимаю. Расскажите мне, как жить, пожалуйста, а я уж послушаю. То есть, я везде так делаю. Станислав, я готов. Да, скажи, собственно, что у тебя сейчас, какая задача? У меня задача, задача выйти на миллион рублей оборота в месяц. Оборота или дохода? Твоего личного? Давай, давай личной прибыли. Давай личной прибыли, это интереснее. Уже прикольно, да? Начали хорошо. Хорошо, начнем, что ты делаешь? Я оказываю услуги владельцам онлайн-школ. Какие? Очень много у меня услуг, больше десяти. Как раз вот тот человек, про которого ты говорил, что у которого много продуктов. Давай, что больше всего покупают и что тебе больше нравится. Где самый высокий маржиналис, и где больше всего у тебя этих самых, как бы, кайф. Больше всего кайф в последнее время это делать что-то большое, контентные проекты, глобальные. Что это такое? Это бренд медиа. Да, сразу буду комментировать, да, вот какие проблемы тут я возникаю. То есть, я сразу же знаю, вот вы говорите, как это оцифровать? Очень просто. То есть, первое, значит, человек говорит, что очень много всего, сразу хоп, маркер, много всего сузится. Типа, как сузится, что больше нравится, что больше зажигает. Окей, теперь пытаемся сузиться, что больше всего денег приносит, да, и где это самое удовольствие. Дальше Слава говорит, абстрактные вещи, типа какие-то бренд-проекты. Я не понимаю, что это такое. То есть, мне нужно сделать из абстрактного конкретное, чтобы понимать, что конкретно ты делаешь и в чем польза. Вот так вот я сужаюсь. Ага, в чем конкретно? Это для крупных компаний сайты контентные, которые приводят людей как из поиска, так и бренд-медиа. Это СМИ, проще говоря, которые в своей нише номер один. То есть, ты для крупных компаний создаешь трафик за счет сайтов? Да. Трафик, то есть, подогретый именно к этой компании? Да. Супер. Значит, ты делаешь подогретых лидов для компании? Верно. Которые куда-то потом конвертируются, либо в продукты, либо в подписки, либо еще куда-то. Да, это ценный конечный продукт. Да, значит, у тебя есть очень простые данные. То есть, ты сейчас приходишь к компании и говоришь, сколько вы сейчас покупаете, за сколько вы сейчас покупаете лидов. Они должны знать. И за сколько ты ему готов сделать. Если ты сделаешь минус два раза, например, то они будут рассматривать эту тему. Ты можешь даже продажами не гарантировать. Я такой проект тоже веду. И вот я что делаю? Это компания Mr.Dors, например, и другие там компании, они работают очень просто. Ты не можешь влиять на выручку там никак, но ты можешь влиять на лидов. У них есть, как правило, маркетинговый отдел, который все это дело считает. Как я делаю? Я ввожу такую функцию, как калькулятор, так называемый. Что такое калькулятор? Калькулятор – это сколько они потенциально могут заработать с тобой. Ты должен прийти на встречу с финансовым директором, с кем-то, кто, короче, решение принимает. И сказать следующее. У меня есть идея, как вам приводить лидов квалифицированных за такую-то сумму либо в два раза дешевле, чем вы делаете сейчас. Я знаю, что сейчас вам лид, например, стоит, не знаю, 5000 рублей. Я знаю, как сделать за 2500 или за 2. Я готов вам отгружать вот таких лидов, которые вы хотите, за 2000. Интересно? Ну, конечно, он скажет интересно. Дальше ты показываешь схему, как ты это делаешь. Я это делаю за счет этого. Чтобы это обеспечить, например, таких-то лидов, надо вложиться столько-то денег. У меня как бы счет на эту услугу 250 тысяч. То есть 250 тысяч стоит воронка, которую я делаю, подогреваемых лидов. Мы определяем, что такое подогретый лид, как они будут понимать, что это лид то, что нужно и как они будут принимать его. И дальше я спрашиваю, сколько процентов из подогретых лидов ваш отдел продаж закрывает. Если их отдел продаж работает 7 из 10, то ты можешь просчитать, сколько они денег заработают, вложив там, ну, например, 500 тысяч или миллион, что они заработают 10 миллионов, например, или 15 или 20. Когда я считал на калькуляторе, ну, то есть это, я примерно рассказываю, там дальше калькулятор. Ты задаешь вопросы, понимаешь цифры и потом потенциальная прибыль говоришь. Так получается, по вашим данным, значит, вы заработаете здесь за 250 15 миллионов. Это ваши данные, это не мои, я у вас только что их взял. Это, ну, если вы нигде здесь меня не обманули, то это ваши данные. Он говорит, да, точно, офигенно, куда платить? Все, и люди сразу платят. Вот, ну, дальше, естественно, у тебя гарантия какая-то должна, ну, типа, что ты не последний там человек, что у тебя есть кейсы, отзывы, но это уже дело, как бы, доверия. Но, как бы, сам оффер прикольный получается. И в твоем случае, как бы, можно делать, то есть, тут два варианта развития, ну, сразу я вижу. Первый вариант, это создать агентство, которое специализируется именно на этом и систему составить. А второе, еще прикольнее, сделать один или два кейса или три таких кейса и продавать через консалтинг такие агентства другим людям. Говоришь, как создать бренд-медиа и продавать эту компанию системно и на этом, ну, типа, и зарабатывать, там, например, 500 тысяч в месяц или миллион. А это обучение стоит тебе 500 тысяч, например. И ты берешь пять человек, вот у тебя два с половиной миллиона за два месяца, например. Вот твои миллион 250. Понимаешь? Конечно, это простейшая, банальная система продажи маркетинга, маркетинговых шок. Я этим и занимался всю свою жизнь последнюю. И вот, допустим, сейчас я Юрию Курилову уже полгода, наверное, именно так и продал и веду трафик на воронку, которую сам продал. Это очень легко продать, вот быструю воронку, показать выгоду. А бренд-медиа это игра в долгую, там, как правило, миллионы в год бюджет, и это такая история сложнее. Но это уже нюанс, ладно? Ну, зачем тогда долгую продавать, если можно легкую продавать? Ну, то есть, смысл какой? Мне интереснее. Мне, понимаешь, уже не интересно вот воронки, вот это как бы возня, у них что-то глобальное хочется. Это уже мои заморочки личные. Ну, я тебе благодарен, я тебе благодарен за ответ. глобальное тоже прикольно, потому что я же, например, систему тоже пилю вот эту 7 на 7. Типа, я придумал, как ее сделать, чтобы он мне сделал, ну, как мне хотелось бы. Я придумал, как ее монетизировать через то, что она помогает другим людям. Главное здесь тема делать, что ты хочешь, но монетизировать это либо не самому, либо через других людей, либо через компанию. То есть, мы идем к большой цели, к большой миссии, вот, но сейчас работаем, чтобы деньги заработали, чтобы кэш был. Глобальное хорошо делается, когда у тебя кэш есть в моменте. Основанная желательно большого идеи. И ты говоришь, что мы большую идею делаем не просто так, а чтобы все люди были вокруг счастливы. Тогда будет хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Вот, ну и дальше, ну, то есть, собственно, как я это дело продаю, говорю, слушай, ну вот, давай сделаем и все. Давай сделаем до результата. А я не знаю там, как это делать. Станислав, вот сейчас вопрос такой. Смотри, я сейчас на себе почувствовал твою работу, в принципе, ничего такого ничего нет. секретного я не увидел. У тебя же много конкурентов, начиная от Аяза и всех, кто помогает выстроить прибыльный бизнес. Да. Чем ты от них отличаешься? Скажи мне, я пока вот не вижу. Ценности, ценности я вижу. То есть, если мы смотрим, есть такое понятие круг Шварца. Слышали, нет? Круг Шварца, это ценностный круг Шварца. Офигенная тема. Я не знаю, почему никто из уважаемых инфо-цыган до этого не дошел. Но это как бы на поверхности штука лежит. Я когда стал изучать, это прям базовая вещь. Круг Шварца, погуглите. В чем суть? Что у тебя все ценности человека, там 19 ценностей, уточненный круг Шварца есть. У тебя есть там ценность, например, отношения, ценность доминантности, ценность любви к животным, к людям, консерватизм. И он сделал, знаете, как круг в дизайне, это круг, есть цветовой круг, когда у тебя сочетание цветов. Видели когда-нибудь такое? То же самое есть в ценностях. То есть, у тебя если доминантность идет, и как устроен мир, ты хочешь. То есть, доминантность, конкуренция и быть лучше всех. И в противовес идет эта противоположная тема. Это человеколюбие и либерализм, например. Ну, какие-то такие вещи. Когда ты видишь ценностный круг этот, у нас людей, ну, как бы все люди, они отвечают какому-то сектору. Соответственно, неважно, что ты можешь одну и ту же тему продавать, ну, как автомобили, например. Кто-то купит там Мерседес, кто-то БМВ, кто-то там зарубежный. То есть, они могут в одной ценностовой группе быть, но разные ценности у них заложены. Так же и у людей, у людей разные ценности заложены. То есть, у Аяза, например, там типа, там своя миссия, там своя доминантность. У там, кто там еще у нас, Маричева говорит, у нее своя, там у Афонина еще своя, у там Осипова еще своя. Ну, то есть, у всех. У Дашкиева эта система тоже. Вот. Соответственно, ты смотришь, какие твои ценности, и к тебе всегда притянутся твои люди. У меня там, допустим, отношения и личная работа. То есть, у меня все знают, что я очень простой, я не конкурентный вообще. То есть, чем я отличаюсь от Аяза? Он супер, там, большие масштабы бизнеса. Мне достаточно. Вот я живу и кайфую, мне как бы одного, 10 миллионов достаточно. Ну, миллиарды надо. Мне миллиард, он нафиг не нужен. Вот вообще честно. То есть, я не знаю, что с ним делать. Я не тратю, сколько зарабатываю. То есть, уже. И вот я транслирую свои ценности, они свои. И вот людей очень много, очень много. И к тебе идут твои, с такими же ценностями. Вот и все. Поэтому тут не надо, что конкуренции какой-то. Нету их, нету их. Наоборот, мы коллеги. Я эту тему проходил в дизайне интерьеров. Вот у меня дизайнеры, типа, все делают дизайн. Вообще все. То есть, представляете, сколько тысяч дизайнеров, и все делают дизайн. Как ты выберешь своего? Точно так же. Транслируя ценности свои. Так же и здесь. Спасибо, это круто. Ну, допустим, я могу спокойно вот так вот говорить. Если нужно, я с человеком созвонюсь. Ну, он продаст тебе и будет тебе там через десятые руки что-то там кто-то советовать. А со мной можно прямо сейчас созвониться. Мне человек может позвонить, я возьму трубку и как бы с удовольствием с ним поговорю. Стас, оставляй свои контакты. Напиши в чат. Или телегу, как тебе удобно. Мы прикрепим эту руку. Телегу напишу, пишите, да. Всем, кто присутствует. Я так понимаю, можно к тебе вот как раз-таки на первую эту беседу написать. Да, да, да. Так много, на самом деле. Конечно. Написать тебе, пообщаться по поводу своего бизнеса, своей какой-то ситуации, разрулить. Да, подходишь и берет в программу, нет, нужно поработать. Ну, какое-то свое заключение в любом случае экспертное даешь. Это такая, знаешь, быстрая диагностика. Да, уже какая-то ценность, уже какая-то форма. Спасибо, да. Спасибо. Я очень как бы мне интересно помогать. Я сейчас на стадии такой, что мне самому интересно все это дело. Я не то, что устал от этого, наоборот. Прикольно. Разные люди, разный бизнес. Мы просто общаемся. Нет задачи вообще ничего-то кому-то продавать. Я напродавал много. Вообще много. И я сейчас веду это все. То есть, мне просто интересно знакомиться, делиться тем, что я сам открыл недавно. И, ну, возможно, там вы это все знаете, возможно, нет. Ну, вот как бы поделимся друг с другом опытом. И покажу какие-то свои схемки. Покажу свои... То, что у меня работает. Какие-то материалы. Ну, то есть, я открыт, не жадный до информации. Вообще без разницы. Пожалуйста. Могу помочь, если буду полезен. Если вопросов нет, предлагаю финаль. Стас, спасибо тебе большое, что пришел в эфир. Ты ведешь их нечасто. По крайней мере, я не слышал каких-то анонсов, что ты где-то выходишь. Я очень рад, что наша площадка стала такой, ну, всегда welcome. Да, если что-то прийти и рассказать, да, тебе вот пишут слова благодарности. Если что-то прийти, рассказать с ребятами, пообщаться вообще без проблем. У меня такое, у нас такая ламповая атласфера, да, все свои, но у ребят хорошие, достаточно крутые результаты. Вот. И там ценности тоже, ну, как бы, при общении с ними много. Поэтому я надеюсь, что ребят напишут, у девушки тебе, пообщаешься, познакомишься поближе. Даже те, кто смотрит записи, обязательно не теряйте такую возможность с Стасом не так просто пообщаться. Только, наверное, в каких-то живых квартирах. Вот. Спасибо большое. Мы, кстати, сейчас с Ильей Булатником тоже запускаем проект с Продамусом, да, вот Алексей тоже знает. Мы будем как раз тоже прокачивать, эксперимент у нас такой будет, будем прокачивать предпринимателей, скоро будет анонс. Вот, поэтому следите за обновлениями. Это Илья ведет его, вот он тоже со мной познакомился. Он мастер тоже по перепискам. И очень, кстати, мы с ним очень много общего вещей нашли. Поэтому вот в таком тандеме мы будем тоже помогать вам. Поэтому, если будете там, заходите, будет интересно. Илья уже у нас два раза упал, мы его тоже знаем. Все, супер, супер. Хорошо. Ладно, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо тебе за твое время, за твой опыт. Спасибо. Пока. Пока, да. Слава, пока. Спасибо тебе за вопрос. Спасибо. Давай, пока. Пока.